Расцвела магнолия на свою беду, не могу сдержаться, я её сорву. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как видите, с утра сегодня опять фирма Петерсон, и вы её застали за совершенно криминальным занятием. То есть, не мог я сегодня пройти мимо вот этих красивых кусточков лепесточков. То есть, есть желание пофотографировать. Так, эти не влезли. Поставлю сюда. Ну, я вам скажу так, для любителей таких уж природы, что чем больше ты магнолию рвёшь, тем она пушистее становится. Как черёмуха. Кто не ломал черёмуху – поднимите руки. Поэтому, пожалуйста, без обсуждений и осуждений. Так, ну а в общем-то сегодняшнее видео не о моём криминальном действии. А я хотел с вами поделиться удачной охоты на рынке. И сейчас я вам буду это всё. Вот они в этих мешках ещё. Сейчас буду вам всё рассказывать и показывать. Посмотрим, чем же я раздобылся. Сначала я просто это дело выложу, как оно есть. А потом мы с вами подробно посмотрим, что же удалось добыть в эту вылазку. Жена была так восхищена теми нарциссами, что подарила мне 10 евро, которыми я не воспользовался, не применил воспользоваться. Так. Это вот один мешочек. Что у вас, ребята, в рюкзаках? Ага. Окей. Вот. Во. И с этого мы начнем. Нет, давайте начнём по порядку, как я покупал. Первое, что мне встретилось, это вот такие чудненькие счёты. Смотрите, они такие украшены какой-то тут металлической накладками и так далее. То есть я так посчитал, что 2 евро за такую прелесть, не очень большие деньги. Тем более тоже пока не было арифометра, я считал на счётах, умею до сих пор. Так. Потом я пошёл и увидел два вот этих предмета. серп. Отличный старый серп. Смотрите какой. Заржавевший, да? Мужик хотел 4 евро за него. И за вот этот рубаночек. очень интересный. Причём рабочий. Вполне рабочий рубанок. Это я вам как бывший стоер расскажу. Хотел за... Так. Ульмия. Ульмия. Какой-то Ульмия. Так. Тут даже какое-то клеймо стоит. Интересное кино. Так. И вот он хотел за это скажу по 4 евро. В итоге мы договорились, что за 5 евро оба предмета он мне отдал в мешок. Далее проходя по рынку я увидел какого-то иностранца турецкой наружности, который вертел в руках вот такую руку. Посмотрите внимательно. То есть выточено из дерева. Пусть не совсем обработанное. То есть, скажем так, не отшлифованное в некоторых местах. Скажем, наверное, немножко не доделал человек. И продавцу это досталось за просто так. Он хотел 1 евро за это. Человек турецкой наружности ещё думал при этом. Вы же понимаете, что я не смог этого выдержать. Я сунул в руку продавцу 1 евро и отобрал. На что турок сказал, а я и не хотел. Бягу, ну и не надо. Вот. То есть, мне она абсолютно понравилась. Трудное детство, деревянная игрушка. Но если бы у меня была такая игрушка деревянная в детстве, о-хо-хо, я бы как порадовался. Она вся рабочая. То есть, я этой покупкой за 1 евро я был чрезвычайно доволен. У меня сразу поднялось настроение. Так. 2,4 и 2. 8 евро было долой. И тут я вижу вот такой чудесный нож. Как-то он называется? Мицеллина, по-моему. В общем, я пытался у немцев выяснить, как она называется. Одни говорят виги, вторая говорят меса. Но это неправильное название. Правильное название, по-моему, мицеллина. Я потом найду ещё раз. Ну, в общем, это для резания сыра или шинкования капусты у нас, да? Такая штука. В общем, очень мне понравилась. И я страшно доволен. То есть, 2 евро отдал, 10 долой. Так. Потом я нашёл вот такой фонарь для свечек со стелками, со всеми делами. То есть, даже звёздочки здесь присутствуют. Ну, я думаю, что это зря. Ну, ничего. Пойдёт. То есть, отдал за него 1 евро. Был доволен. И вдруг мне попадается вот такая штука. То есть, это не что иное, как, опять же, подставки под пивные бокальчики. Вы вот в такой интересной форме. Понимаете? Вот в такой интересной. Мало того, здесь ещё есть такая обезьянка. Да, видите? Деревянная тоже обезьянка. Кожаные ушки у неё. И воткнутая туда открывашечка. И тут она вот так установлена. Здесь что-то ещё было. Вот тут. Ну, видать, не комплект. Спросил цену. Говорят, 1 евро. Я говорю, сколько? Они говорят, дешевле не можем продать. Я говорю, давайте сюда. Забрал. И так как мне эти женщины очень понравились, то я купил у них ещё две вот такие. У меня есть, вы знаете, что у меня есть. Но эти до того милые. Такие маленькие. Солонка и перечница. Ну, ребят, ну грех было не взять, понимать. Тем более, что тоже по одному евро я у них. Хотели три. Я говорю, нет, два отдам. А, три нет. Отдали. Всё. Прекрасно. Так. 4 евро было потрачено. И вот последний мой. Удачная моя покупка. Последняя. Сейчас покажу поближе. Вот такая кофемолка. Хозяин понятия не имел, что это такое. В смысле её цену. Так как она здесь была немножечко пошарпанная. Сильно пошарпанная, да. Он посчитал, что цена на неё не может быть большой. В чём он, конечно, ошибался. Потому что такая штука на eBay стоит уже до 30. Ну, во всяком случае, 15-16 аж бегом. 20 евро я потратил. Ещё хочу вас познакомить с одной штукой. Ну, это я покупал давно и покупал на eBay. Просто покажу. Это... Так, как же поближе показать вам её? Вот. Это зажигалка, которая ещё, по-моему, работает, да. Сюда заливается бензин, подносится, делается щелчок, оно загорается. А здесь отверстие для сигарет. То есть, очень интересно. Я её просто достал из своих старых запасов. И сегодня для чего? Сегодня я буду это дело всё фотографировать. Итак, как вы сумели убедиться, улов был, на мой взгляд, богатый. И десяточка жены очень мне помогла тут развернуться. Так что, дарите женщинам цветы, они вам будут благодарны. Столько прекрасных вещей. Я, в общем-то, вы видите, не удалось приобрести. Особенно я доволен вот этим ножом, автомобилем и серпом. Почему? Почему серпом? Всё самое будет в дальнейшем использоваться. А вот серп я использую сегодня. Знаете, я посмотрел в интернете, да, вернее, на стопах есть уже серпы. Он вот такой, как мой, допустим, тоже есть. Но такого красавца, в общем-то, я не думаю. Есть похожий, но этот уж очень изогнутый. Очень красивый. И вдруг родилась идея. Сфотографировать вот такое. На деревянном фоне, на тёмном каком-нибудь, вот в таком ключе. Что вам это напоминает? Мне это напомнило русскую поговорку «серпом по яйцам». Яйца – серп. Когда жене сказала, говорит, ну у тебя и ассоциация. Я говорю, ну, может быть, я буду успешен с этой фотографией. Нифига. Я уже на стоке нашёл такое. То есть, русские ребята давно до этого додумались и такое сфотографировали. Но это не значит, что я это не могу сделать. Я тоже это сделаю. Немножко в другом ключе. Но об этом будет специальное видео. Так и будет называться. «Серпом по яйцам». Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Это было информационное видео. Короткое, но такое объёмное, скажем, по насыщенности товарами. Первое – необходимости для стокеров. Поэтому, если я сегодня успею, я сниму этот натюрморт и вам покажу. Договорились? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok